Здравствуйте! Мы продолжаем с вами и, соответственно, заканчиваем сегодня с изучением Европы. У нас остался с вами последний регион, и мы в конце занятия подведем итоги по всем регионам, рассмотрим у нас основные пункты, с которыми мы работали. Ну и, соответственно, для начала мы поработаем с вами с четвертым регионом, и это у нас сегодня Восточная Европа. Соответственно, записываем тему у нас сегодня занятия Восточная Европа. Мы рассмотрим также с вами характеристику по прежнему плану, с которым мы работали. Он, соответственно, будет точно таким же. Пойдем сначала с географического положения, рельефа, особенности климата, полезных ископаемых, ну и перейдем уже к хозяйственной деятельности. И несколько достопримечательностей также рассмотрим на территории Восточной Европы. Ну и итогом у нас станет подведение общей картины по Европе, а конкретно мы еще раз повторим с вами особенности хозяйственной деятельности по каждому из регионов, ну и особенности рельефа и климата на территории Европы в целом. Итак, перед глазами, пожалуйста, чтобы у вас была сейчас карта, физическая карта, и также карта у нас по странам, чтобы вы видели наглядно это перед собой. Ну и, соответственно, тема Восточная Европа. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – это у нас Восточная Европа. Начнем мы с вами с особенностей географического положения, ну и, соответственно, рельефа. По площади у нас с вами Восточная Европа будет занимать наибольшую площадь с точки зрения сравнения между другими частями у нас с вами территории Европы. Далее. Особенности географического положения заключаются в том, что оно носит более внутриконтинентальный характер. То есть есть страны, которые имеют выход к морям, но большая часть стран у нас с вами к морям выхода не имеет. Соответственно, они находятся внутри материка и не имеют выхода к океану, если только там по каким-то рекам, но в целом они не находятся на побережьях морей и, соответственно, не имеют выхода к Мировому океану. То есть видим, что большая часть территории, то есть большая часть стран, они будут у вас иметь внутриконтинентальное положение. Они находятся у нас с вами также в западной части материка Евразия. Ну и омываются у нас в северной части. Видим, что у нас там находятся страны Придбалтики, также у нас территория Польши, и, соответственно, они будут иметь выход к Балтийскому морю. Ну и южная, точнее, юго-восточная часть у вас имеет выход к Азовскому морю, ну и, соответственно, к Черному морю по большей части. Итак, то есть у нас с вами три моря, которые будут омывать территорию Восточной Европы. Балтийская, Азовская и Черная моря. Они омывают у нас с вами территорию Восточной Европы, но ряд стран у нас не имеет выхода в Мировой океан. То есть находятся они у нас внутри континента, внутри территории материка Евразии, а точнее занимают именно западное положение. Далее, сразу предупреждаю о том, что территорию России мы сегодня рассматривать не будем. Мы рассмотрим ее отдельно, так как территория у вас занимает положение как в регионе Европы, так и, соответственно, на территории Азии, то, что у нас там с вами территория за Уральскими горами. Соответственно, территорию России мы сегодня во внимание с вами не берем. У нас будет отдельное занятие, на котором мы с вами также рассмотрим полностью характеристику территории России. Также рассмотрим их географическое положение, особенности климата, рельеф, хозяйственную деятельность. Соответственно, мы рассматриваем сегодня Восточную Европу без территории России. На Россию мы с вами отдельно с вами потратим занятия и рассмотрим уже ее более подробно. Итак, то есть видим, что у нас ряд стран по географическому положению, занимающие внутриконтинентальное положение, то есть не имеющие выхода у нас с вами к Мировому океану. Далее, особенности рельефа. Здесь тоже у нас с вами преобладание, если посмотреть на физическую карту, то здесь преобладание у нас идет равнинных форм рельефа. Соответственно, большая часть территории у вас будет находиться на равнинах. Но помимо равнин у нас есть здесь горная система, а точнее у нас с вами здесь две горные системы, которые будут располагаться на территории Восточной Европы. В первую очередь это у нас с вами горная система Карпаты, по своей высоте она около 2655 метров. Это у нас с вами максимальная точка на территории Карпат. Ну и, соответственно, у нас с вами Балканы, которые будут располагаться на побережье, соответственно, на территории... еще по морям Адриатическое у нас здесь море, извините, четыре моря, прошу прощения, у нас обмывают территорию, это будет Балтийское, Адриатическое, Черное и Азовское море. Извините. Ну и, соответственно, по побережью как раз Адриатического моря у нас с вами находится горная система Балкан. То есть большая часть территории у вас все равно будет находиться на равнине, то есть будет иметь ровную поверхность. Есть некоторый ряд возвышенностей, но в целом здесь у вас небольшой перепад по высотам. Чем ближе мы движемся на север, чем севернее мы с вами будем двигаться, тем, соответственно, у вас более низинная форма рельефа будет преобладать. То есть ближе к Балтийскому морю там у нас с вами будет низинный находиться. Итак, еще раз, по особенностям рельефа преобладающую у вас с вами территорию будет занимать как раз-таки равнинный рельеф, то есть будут находиться равнины, видим, зеленый цвет у вас будет преобладать. Помимо этого у нас с вами здесь две горные системы, это Карпаты, ну и Балканы. По высоте они у нас не будут достигать более 3000 метров, то есть это даже менее, чуть более 2500 метров. Соответственно, что у нас повлияет особенности рельефа? Особенности рельефа влияют главным образом на сельское хозяйство. Помним, да, что если у вас преобладает равнинный рельеф, соответственно, у вас какая отрасль сельского хозяйства будет преобладать? Здесь у нас будет преобладать больше растениеводства, потому что территория, позволяющая вести данную отрасль сельского хозяйства. Итак, это что касается рельефа. Помимо этого, на что еще можно обратить внимание по рельефу? На то, что если у вас есть, соответственно, горные системы, то горные системы – это добыча у нас руды. Здесь есть у нас с вами территории, богатые рудами, и, соответственно, здесь будет происходить добыча у нас с вами руды. Но если у вас равнины, соответственно, помним, да, что к равнинным тяготеют больше осадочные полезные ископаемые, такие как у нас, например, там нефть, газ, каменный уголь. Мы посмотрим, что у вас будет преобладать здесь, на этой территории. Чуть позже, когда рассмотрим пункт полезные ископаемые. Итак, по особенностям географического положения еще раз занимает у нас такое внутриконтинентальное большее положение, имеет выход к четырем у нас морям – Балтийскому, Черному, Азовскому и Адриатическому. По форме рельефа у вас здесь будет преобладать равнины. И здесь есть две горные системы, такие как Карпаты и, соответственно, Балканы. Теперь мы с вами идем дальше. Это по составу. С точки зрения состава здесь у нас с вами наибольшее количество стран, если сравнивать там с Южной Европой, Северной или той же Средней Европой, то здесь видим, что стран больше на территории. И, соответственно, Россию еще раз напоминаю, мы с вами в расчет сейчас не берем, потому что мы будем ее рассматривать отдельно. Но видим, что стран здесь большое количество. Что касается побережья Балтийского моря, то здесь у нас так называемые страны Прибалтики. Здесь у нас Эстония, Литва, Латвия. Дальше Польша, также которая имеет выход к Балтийскому морю. Дальше у нас здесь Республика Беларусь, Украина, Чехия. Дальше смотрим Словакия, Венгрия, Молдавия, Румыния, Болгария. Помимо этого побережья у нас с вами Адриатического моря и, соответственно, балканские страны. Это у нас здесь Словения, Хорватия, Босния, Герцеговина, Черногория, Албания, Северная Македония, Сербия. Это, соответственно, стран, видим, что большое количество. И в чем особенность? По территории страны у нас с вами, по площади территории здесь достаточно небольшие страны, то есть маленькая площадь у нас с вами, занимаемая этими странами. Соответственно, это сыграет у нас свою роль на хозяйственной деятельности этих стран. Когда будем рассматривать, то есть страны маленькие, и, соответственно, ресурсов на территории этих стран тоже не так много. Каждая страна будет заниматься своей какой-то отраслью, зависящей именно от того, что есть на территории, что можно развивать, какие ресурсы у нас с вами добываются. На основе этого, соответственно, у нас с вами развиваются определенные отрасли хозяйственной деятельности. Сельское хозяйство или же у нас с вами это будет промышленность. Либо вообще это у нас сфера услуг, помним, да, что туризм у нас с вами развивается на территории стран, на которых есть определенные ресурсы, позволяющие развивать этот самый туризм. Вот, например, страны, которые у вас имеют выход к Адриатическому морю, к Черному морю. Здесь у вас будет развиваться отрасль туризма, так как здесь есть теплое море. Соответственно, страна занимается развитием туризма. То есть больше упор делает именно на эту сферу. То есть стран много, по площади страны небольшие, и у каждой страны будет определенная своя отрасль специализации. Мы посмотрим, что будет в общем у нас, какая картина выйдет. Но при этом стоит помнить, да, что если территория маленькая, на территории, соответственно, будет ограниченное количество ресурсов. Соответственно, страна вынуждена будет заниматься тем, что вот у нее есть, и на это делать свой упор в развитии хозяйственной деятельности. То есть видим, стран достаточно много у нас здесь, но по площади они у нас небольшие. Итак, идем мы с вами теперь дальше. Теперь рассмотрим особенности климата. Во-первых, что касается климата, видим, что у нас здесь... Особенности климата, какие у нас здесь заключаются в том, что видим, территория, во-первых, имеет выход как к Балтийскому морю, это северная часть у нас. Также, соответственно, страна имеет выход к теплым морям, черная, азовская и адриатическая. То есть в северной части и в южной части климат у нас будет отличаться. И это мы с вами видим, рассматривая климатическую карту. То есть если посмотреть на климатическую карту, которая у вас слева, то там у нас границы климатических поясов. Северная часть у вас будет находиться в умеренном климатическом поясе, а южная, если посмотреть, то это уже у нас субтропический климатический пояс. То есть разница будет у нас здесь в климате в зависимости от того, какую мы страну рассматриваем. Теперь давайте смотреть. Северная часть. Здесь у нас с вами... Что будет оказывать наибольшее влияние? Ну, главным образом помним, да, что в северной части у нас с вами будет проходить теплое североатлантическое течение, которое будет оказывать наибольшее влияние на формирование климата. А в южной части видим, что, когда мы разбирались с вами Южную Европу, мы говорили о том, что на территорию Южной Европы у вас приходят воздушные массы с Африки. Соответственно, у вас Африка будет оказывать, именно территория Африканского континента у вас будет оказывать наибольшее влияние на формирование климата в южной части. То есть если поделить условно-восточную Европу на две части, на север и юг, то на территорию севера у вас оказывает влияние Атлантический океан и североатлантическое течение, а на южной у вас будет оказывать, соответственно, воздушные массы с Африки и Средиземное море. Оно у нас теплое. И видим, что у вас будут различаться отсюда два климатических пояса. Один у нас умеренный, а второй субтропический. По своим характеристикам помним, что у умеренного у нас среднее количество осадков, средние температуры. У субтропического у нас уже достаточно высокие температуры и существуют два сезона. Сезон засухи и сезон выпадения осадков. То есть это стоит помнить. И сейчас мы конкретно разберем на этой территории. Итак, что у нас с вами касается территории более северной. Это у нас как раз-таки Прибалтика. Здесь главным образом, главный климатообразующий фактор, это у вас будет Балтийское море, которое у вас оказывает наибольшее влияние на формирование климата этой территории. Влажность здесь будет достаточно высокая. То есть будут приходить постоянные осадки из Балтийского моря. И в целом у вас формируется климат в зависимости от того, что у вас происходит с морем. И с моря у вас будут приходить, соответственно, воздушные массы на территорию этой самой суши. Здесь стоит помнить, что повышенная у нас с вами влажность, то есть осадки будут приходить с Балтийского моря. И температура тоже у вас будет зависеть от воздушных масс с Балтийского моря. Летом температуры могут быть чуть ниже средних температур, а вот зимой они могут повышаться. То есть могут плюсовые температуры приходить, когда воздушная масса будет у нас с вами идти с Балтийского моря. Что касается Средиземного, Адриатического у нас, в нашем случае моря, там у нас существует два сезона. Сезон засухи и сезон дождей. Сезон дождей обычно приходится у нас на зимний период, а сезон засухи у нас приходится, соответственно, на летний период. Здесь у вас как раз-таки в летний период приходят воздушные массы с тропиков, а точнее у вас территории Африканского континента. Если они приходят у нас с территории тропиков Африканского континента, то они у нас будут сухими, они не будут приносить влагу. Но все равно, проходя через территорию Средиземного моря, частично они напитаются этой самой влагой. Но не в тех количествах, как, например, у вас это будет там в зимнее время, когда у вас придет воздушная масса с территории умеренного пояса. То есть здесь у нас температура выше будет в южной части, и количество осадков, оно более-менее у вас будет разделено на два сезона. Оно может прийти там в сезон засухи, но в целом существует вот эта вот у нас сезонность. То есть это повлияет на что еще раз? Если тут есть два сезона, сезон засухи и сезон дождей. Теплый сезон у нас с вами с высокими температурами, и второй такой более влажный, но тоже с высокими температурами. Опять, территории здесь стран, помним, да, они маленькие. То есть здесь опять у нас развитие туризма, причем в определенные сезоны, за счет того, что у вас существует вот это вот изменение в климате. Поэтому у нас при создании условий для ведения хозяйственной деятельности необходимо учитывать еще и вот этот фактор, фактор климата. Потому что у вас вести там такую отрасль, как туризм, и развивать на территории, нужно учесть климатообразующий фактор на вашей местности. Итак, теперь мы с вами после климата идем дальше. Переходим непосредственно к полезным ископаемым. Итак, полезные ископаемые. Видим, что полезные ископаемые на территории, как раз таки там, где концентрация полезных ископаемых, у вас будет выше, в частях, где есть возвышенные участки, то есть горные системы. Видим, где горные системы, там у вас достаточно большое скопление различных полезных ископаемых. Вот, обратите, пожалуйста, внимание на Карпаты, на Балканы. Что у нас здесь есть? Ну, в первую очередь видим здесь наличие руды, причем различные руды, как железные руды, так и медные, например, у вас здесь руды, оловянные руды и так далее. То есть там, где есть горная система, помним, да, что при формировании горной системы у нас с вами, она формируется в результате стыка двух литосферных плит. Две литосферные плиты находят друг на друга, и в результате образуется у вас складка. Но между вот этими литосферными плитами у вас здесь есть все равно участок, они же не слитные. Соответственно, магма начинает на поверхность у нас поступать через вот этот самый стык. Что с ней происходит на поверхности? На поверхности магма у нас кристаллизуется или застывает, если проще говорить. Из этой магмы, так как она состоит из различных у нас составляющих как раз-таки металлов, она у нас застынет. Ну и, соответственно, здесь можно будет добывать эти самые металлы. На это требуется достаточно большое количество лет. В миллионах лет можно измерять формирование этих самых полезных ископаемых. Поэтому у вас здесь был сформирован бассейн этих самых полезных ископаемых, месторождений. И теперь вот где стык у вас происходил, где вот сформировались у вас горные системы, там у вас и находится месторождение этих самых руд в основном. Это руда. Почему? Потому что в магме содержится у вас металл в расплавленном виде. А при том, когда она у нас начинает застывать, соответственно, из расплавленного они в твердое состояние переходят. И видим, пожалуйста, у вас здесь доказательства этому, как раз месторождения, находящиеся рядом с этими самыми горными системами или на их территории. Еще раз, это в основном железная у нас с вами здесь руда, медная руда. Дальше у вас здесь еще есть месторождение угля, каменного угля. Вот каменный уголь, если помним, да, он сформировался в результате оседания биологических останков. А конкретно у нас здесь из растительности, причем существовавшие на этой территории миллионы лет назад. То есть, помимо магматических, сформировавшихся в результате застывания магмы, у нас здесь есть еще и осадочные, такие, как, например, у вас каменный уголь. Также у вас, видим, здесь еще стоят значки нефти, есть на территории Восточной Европы частично. То есть, территория в целом, если посмотреть концентрацию, то она у вас будет богато полезными ископаемыми. Но помним, что участки стран небольшие. В какой-то стране будет у вас находиться полезные ископаемые, а в какой-то нет. То есть, они у вас распределены неравномерно по территории Восточной Европы. То есть, в какой-то стране преобладает один у вас вид полезных ископаемых, в какой-то стране будет преобладать другой. То есть, по полезным ископаемым, что можем сказать? Что у вас здесь, в принципе, как рудные полезные ископаемые, Так, соответственно, и осадочные Да, вот у меня здесь сообщение Да, где горы у вас, там полезные ископаемые Почему я уже вам сказала, что там находится стык литосферных плит Магма выходит на поверхность, она кристаллизуется Так как магма у нас с вами состоит, если посмотреть, из чего состоит Она состоит из расплавленных металлов Эти металлы потом магма застывает Соответственно, они у нас тоже застывают И из жидкого превращаются в твердое состояние То есть там, где горные системы, там у вас будут находиться Различные магматические полезные ископаемые Да даже когда, если вы, например, посещали горные системы какие-то Не знаю, там с экскурсиями или просто самостоятельно То можно увидеть, что большое количество различных минералов там Причем они все абсолютно разные То есть, если просто даже гуляете по горным территориям То видно, что там у вас разные минералы Можно взять, посмотреть, какие там у вас минералы будут содержаться Вот, и добыча, соответственно, у вас будет происходить здесь У вас не сформируется, например, железная руда на территории низменности Потому что нет условий, которые позволяли бы это делать Соответственно, здесь, если есть условия, то они будут у вас образовываться То есть там, где есть горообразование, там у вас, соответственно, рудные полезные ископаемые А вот нефть и газ, они у вас тяготеют больше к равнинам Почему? Потому что нефть и природный газ сформировались у нас в результате разложения Как раз биологических останков живых организмов То есть они из живых организмов образовывались То есть нефть, по сути, ну, если очень-очень грубо говорить Это как раз-таки перегнившие останки биологические Которые у нас были там миллионы лет на территории земного шара Миллионы лет назад Вот Та же самая каменный уголь Это у нас древние растения, которые тоже миллионы лет назад Когда-то произрастали на этой территории Они у нас оседали, оседали, оседали Спрессовывались, спрессовывались, спрессовывались И, соответственно, из этого у нас образовался каменный уголь То есть это у нас осадочные Нужно смотреть, по рельефу можно определить Будет здесь что-то добывать Здесь находиться вообще какой-то полезный ископаемый или нет Вот А потом уже ученые делают специальные Специальными приборами И они смотрят, есть ли тут залежи вообще чего-то или нет То есть, соответственно, размещение мы с вами посмотрели По территории Восточной Европы Теперь переходим уже непосредственно к характеристике Хозяйственной деятельности всей территории С примерами есть здесь стран, небольших как раз-таки участков Давайте смотреть Ну, во-первых, мы сказали с вами, что здесь происходит добыча руды Причем различной, как железной руды Так, соответственно И Так, нефть в заливе В заливе-то тоже Еще один там вопрос Как образовалась нефть в заливе Еще раз Заливы и у нас с вами Даже, не знаю Дно мирового океана Вот все организмы, которые у нас плавают Они же тоже со временем погибают И оседают вниз на дно И они начинают потом, грубо говоря, перегнивать И из этих, соответственно, останков Через миллионы лет образуется нефть То есть почему у нас в морях, например, добывается нефть В заливах нефть добывается То есть в тех участках водных Потому что в воде-то тоже есть живность И она со временем у нас с вами тоже оседает на дно И со временем она у нас преобразуется Перегнивает Если очень-очень грубо брать этот процесс И из этого у тебя и образуется нефть То есть если есть У тебя залив Значит там есть какая-то живность Которая плавает Водоросли или рыбы И так далее Какие-то ракообразные То есть если у тебя здесь эта территория Была затоплена Затоплена, например То, соответственно, здесь и образовалась Почему нет? Нет, на самом деле Если посмотреть по территории земного шара То она практически повсеместно у вас будет находиться Почему? Потому что живые организмы Они у нас были повсеместно На суше, в море Не важно Но при этом Почему, например, не везде Не полностью покрыта территория Условия должны были быть определенные Чтобы она образовывалась Определенное там давление Определенная температура То есть если условия в целом совпадали Для того, чтобы здесь образовалась нефть Она и образуется То есть неважно Водный объект это Или это территория суши Мы просто рассматриваем сейчас С точки зрения расположения Как раз таки по странам Поэтому я и говорю о том, что мы берем с вами территорию суши В Северном море Мы тоже говорили с вами Когда рассматривали Северную Европу И Среднюю Европу Сказали, что там тоже у нас есть нефть и газ То есть она образовалась также из этих самых биологических останков Поэтому если есть в заливе Она, в принципе, там может быть Почему нет? Так Ну да Да, по добыче здесь на самом деле Очень много месторождений разведанных Но добыча запрещена В связи с тем, что Могут начаться какие-то определенные последствия Нельзя там бурить скважины И так далее Потому что это может сказаться Как раз таки на изменениях Которые могут произойти В результате там даже если сделать Какую-то трещину где-то Для того, чтобы производить добычу То у вас сразу это начнет откладываться И на всем остальном То есть Это тоже Есть большие месторождения разведанные Но добыча их запрещена Или еще, знаете, может быть такой момент Когда Есть месторождение Оно у нас разведано О нем известно Но Она так Еще про нефть Говорят о том, что она недозревшая То есть Это нефть как раз Которая еще требуется Большой промежуток времени Для того, чтобы Дойти до того состояния То есть Вот Чтоб химический процесс у нас завершился До того состояния Чтобы ее можно было использовать То есть Есть и такие моменты И есть то, что Да, добывать нельзя Потому что Это может Как-то потом В дальнейшем сказаться Определенные изменения Внести уже в структуру Вообще Земли Как раз в структуру Литосферных плит И мы помним Да, что если возникает Вследствие чего Там возникает Например Землетрясение у нас Вследствие того Что возникает трещина В литосферной плите Происходит у нас Землетрясение Если землетрясение У нас происходит На территории Моря Или океана То, соответственно Это доводит до того Что у вас вообще Может прийти там Цунами Поэтому Люди Учитывают Эти факторы И дабы это Не сказалось В дальнейшем На них Они, соответственно Где-то запрещают В каких-то местах Пренебрегают этим Ну и Соответственно Последствия Их будут настигать Поэтому да Это тоже У нас Может Происходить Как-то Так Теперь Переходим Мы уже К промышленности Рассмотрели Тему Полезных Ископаемых Если есть вопросы Пишите Я буду отвечать Так Теперь переходим Непосредственно К промышленности В первую очередь Мы уже сказали О том Что на территории У нас есть здесь Руды Потому что Горные области Соответственно Руду мы можем С вами здесь Добывать И в дальнейшем Перерабатывать В связи с тем У нас здесь Возникла такая Отрасль Как металлургия И причем Металлургия У вас здесь Как сказано Мы сказали О том Что здесь у нас Медная Например Руда Это часть Цветной Это сырье Для цветной Металлургии По большей степени У вас как раз Таки цветная Металлургия Она вся будет Работать на том Сырье Которое добывается На территории Восточной Европы А вот черная У нас металлургия Частично будет Работать на импортном То есть на том Сырье Которое сюда Приводится Итак Первая отрасль Территории Восточной Европы Это у нас Металлургия А конкретно У вас Большей частью Будет работать Цветная металлургия Потом у нас Уже черная металлургия Чем цветная От черной Отличается Цветная металлургия Производит Цветные металлы Медь Алюминий Олова Никель И так далее Черная металлургия Производит Чугун И сталь Главным образом Сталь То есть У цветной Много различных металлов У черной Видим У нас Здесь только Чугун И сталь Дальше Если есть Металлургия То есть Мы производим Различные металлы Что мы дальше Можем произвести Из металлов Мы из металлов Производим детали А из этих деталей Соответственно Мы будем Производить машины Соответственно Вторая отрасль Которая у нас Будет развиваться В Восточной Европе Это машиностроение Причем Машиностроение В различных Отраслях У нас здесь будет Какие Например Вот вам Приводится В пример Самая развитая Как раз таки Отрасль Это у нас В Чехии Здесь у нас Станкостроение Что такое Станкостроение Производство Станков Для чего Станки Используются Станки У нас Устанавливаются На различных Предприятиях Машина Что производить Другие там Машины Далее Еще что Бытовая Техника У нас С вами Вычислительная Техника То есть Здесь более Наукоемкая Отрасль Которая Требует У нас Квалифицированных Кадров Которая Требует Большего Внимания К производству То есть Первое Станкостроение Второе Это как раз Таки Более Научное Точное Машиностроение Требующее Здесь Более Точного Подхода Детального Еще что Также Металлоемкие Машины Что это значит Это машины Которые требуют Большого Количества Металлов Для своего Производства Для чего Такие машины Строятся В первую очередь Мы сказали С вами Что здесь Происходит Добыча Полезных Ископаемых Таких как Руда А чтобы Добывать Руду Человек же Не своими руками Будет добывать Ему требуется Техника Для добычи Этой самой Руды И вот как раз Таки у нас С вами Одно из В направлений Машиностроения Будет производство Этой Машин Для Добычи Полезных Ископаемых То есть Мы Добываем Руду Грубо говоря Есть такой Ну Видим такой Круговорот Добываем Руду Для того Чтобы делать Машины Для добычи Руды Вот Еще одна У нас С вами Отрасль Еще Помимо Этого У нас Здесь Электротехническая Промышленность Соответственно Это все Что с электроникой У нас С вами Связано Ну И главным Образом Еще Так как Страны Имеют Выход К морям Им Необходимо Производить Суда Корабли На которых Они могли Либо Какие-то Продукты Перевозить Либо Соответственно Пассажиров И так далее Но главным Образом У нас Судостроение Направлено На производство Судов Для Перемещения Грузов Каких-то Причем Больших Каких-то Грузов Потому что Помним Что Именно Водный Вид Транспорта И водный Транспорт Он является Одним из Самых Дешевых В первую Очередь А во вторую Одним из Самых Грузоподъемных То есть Например В принципе Железнодорожные Составы Тоже Могут Перевозить Большое Количество Грузов Но Железные Дороги Мы например Не построим С территории Европы До Северной Или Латинской Америки То есть Здесь Только Суда Поэтому У нас Судостроение Если Страна Тем более Имеет Выход Каким-то У нас Морям Или Океанам В дальнейшем То она Будет Заниматься Производством Этих Самых Судов Ну и Так как Мы сказали Что здесь Есть Месторождение Нефти Здесь У нас Будет Развита Третья Отрасль Промышленности Это у нас Химическая Промышленность Но Что касается Химической Промышленности То По сравнению С той же Средней Европой Это будут Разные Уровни Восточная Европа Пока у нас С вами До таких Темпов Как Средняя Европа Не доходит Что мы С вами Можем Произвести Из Как раз Таки Все что Касается Нефти И химической Промышленности Из нефти Мы с вами Производим Например Нефть Природный Газ Это производство У нас В различных Видах Пластмассы Полиэтилена То есть Это у нас Все что Касается Химической Промышленности Также У нас Здесь Отмечают Фармацептика Стекольная Промышленность Но Это уже Не главные Так сказать Не отрасли Специализации Данного региона Поэтому Им Такое Небольшое Внимание Уделяем Вот Это все Что касается У нас Промышленности Опять В первую Очередь У нас Здесь Самое Главное Это Добыча Полезных Ископаемых Далее У нас Здесь Металлургия На основе Этого же Сырья Которое Мы Добыли Потом У нас Идет Машиностроение На основе Металлов Которые Производятся Металлургии Ну И Химическая Промышленность Так Как У нас Тоже Здесь Есть Сырье Для Этой Самой Химической Промышленности То есть Видим В любом Случа Вы не Будете Заниматься Тем Что На территории Будет Очень Сложно Реализовать То есть В основном Используются Все те Ресурсы Которые У вас Есть То есть Есть Ресурс Вы будете Из него Что-то Производить Либо Вы У вас Часть Вам Нужно Докупать В других Местах То есть Импортировать Из других Государств Вот Поэтому Что касается Этой Территории Работает В основном На том Сырье Которое У вас Здесь Есть Либо Частично Что-то Привозится На территорию Ну И Вторая У нас Отрасль Тоже Это У нас Сельское Хозяйство Что Касается Сельского Хозяйства Мы Уже Сказали О том Что В любом Случа Условия Здесь У вас Будет Распространено Растеневодство Потому Что Условия Будут Позволять Произрастать Тем Или Иным Видом Растений Ну И Вторая Утрасль Животноводства Так же Как и Везде Главными Отраслями Во-первых Это Крупный Рогатый Скот Потому Что Помним Что Это Не Только Мясо Но Это У нас Еще И Молоко Ну И Соответственно Здесь У нас Главной Пшеница Потому Что Из Пшеницы Мы Производим Муку Из Муки Уже Дальше Там Макароны Хлеб И так Далее Дальше У нас Здесь Еще Рожь Так Как Ржаной Хлеб Например Еще У нас Здесь Картофель Ну И Овощи Садовые Культуры Тоже Будут Распространены То По Большей Частью У вас Здесь Растеневодство Помимо Этого Если Говорить Про Южную Часть Мы Уже Говорили Что Юг Отличается По Климату От Севера Здесь У вас Будут Преобладать И тропические Культуры И виноград У вас Здесь И фрукты Соответственно Характерные Именно Для Этой Области То Здесь У вас Районы Достаточно Развиты С точки Зрения Растеневодства Еще Раз Климатические Условия Позволяют Позволяют Рельеф Позволяет Позволяет Соответственно Человек Занимается Сельским Хозяйством На этой Территории Причем Достаточно Успешно Обеспечивает И свою Территорию И соответственно Отправляет Часть Продукции На Импорт То есть На продажу На экспорт Простите На продажу Итак Подводя итоги По Восточной Европе У нас с вами По промышленности Еще раз Работают На том Сырье И реализуют Соответственно Те отрасли Которыми можно Будет заниматься В зависимости От тех самых Ресурсов Которые Расположены В регионе Сельское Хозяйство Здесь Больше Упор Делает На растениеводство Но Помимо этого У нас здесь И Развитие Животноводства Например Крупный Рогатый Скот Птицеводство У вас здесь Свиноводство То есть Все отрасли Будут развиты Но Больше Упор Все равно Делается На растениеводство Так как Условия у вас Здесь Позволяет Это делать Итак Ну и Теперь мы С вами Что касается Как раз Туризма И развития Туризма Восточной Европы Она с вами Также не Отстает От всех От других Районов И Направления Туризма Здесь разные Но в целом Он у нас С вами Развивается По территории Сейчас я Опять Представлю вам Несколько Достопримечательностей Которые у нас С вами Есть на Этой Территории Вам необходимо Назвать Если что Я помогу Итак Давайте Начнем С первой Достопримечательности Что за Достопримечательность Итак Что за Достопримечательность У нас У нас С вами Первая Есть Предположения Какие-то Нет Это не Испания Потому что Испания Это у нас Была Это была Южная Европа Сейчас Восточная Поэтому Это страны Восточной Европы Это не Испания Это у нас Сейчас еще раз Просмотрим Есть какие-то Варианты Чехия Это Да Это у нас Да Чешские Куранты Тут есть И про часы И про Чехию Но сложить Немного Вот Не Франция Еще раз Страны Восточной Европы Дальше Это у нас Что за Замок Тоже Достаточно Известный Что за Замок В Румынии Находится Делаю Подсказку Небольшую Что за Замок В Румынии Дракула Да Но Название У него Другое Замок Называется Замок Бран Ну да Это все Тот же У нас Замок Дракулы Можно и так Сказать Итак Это у нас С вами Тут даже Не какая-то Конкретная Достопримечательность Это у нас Старый Город Какой Город Это уже Как раз таки Территория Прибалтики Так Неррига Старый город Чего Как город Это называется Таллинн Конечно Молодцы Старый Таллинн Это у нас Так Это у нас С вами Здание Парламента Вот какого Парламента Опять Это у нас Все Восточная Европа Здание Какого-то Парламента Нет Не Брюссель Восточная Европа Сегодня у нас Так Ладно Это у нас Венгерский Парламент Здание Венгерского Парламента Ну и последнее Озера В Хорватии Озера На территории Хорватии Это у нас Плитвицкие Озера На территории Как раз Таки Хорватии Так Ну по сравнению С достопримечательностями Других стран У нас Восточная Европа Немножечко Туговато Но Теперь будете Знать У меня В принципе На сегодня Все Мы с вами Подвели Итоги Не успели Подвести Итоги По регионам Но ничего Страшного Мы с вами На следующем Занятии Об этом Поговорим По достопримечательностям Восточной Европы У нас Небольшие Проблемы Поэтому Пожалуйста Посмотрите Даже хотя бы Те Которые Мы с вами Сейчас Рассмотрели Где они Располагаются На каких Территориях Это все У нас Была Восточная Европа Итак У меня На сегодня Все Всем спасибо Я со всеми Прощаюсь Всем До свидания Спасибо